Работу со строками в языке Python мы с вами уже вкратце рассматривали. Но пока мы рассматривали строки как некие неделимые объекты. На самом же деле строки являются последовательностями символов, поэтому логично, что можно обращаться и рассматривать отдельные символы. И сейчас мы посмотрим, как это можно делать. В качестве примера я в данной части буду рассматривать геномные строки, то есть строки, состоящие из символов ATGC, которые соответствуют четырем нуклеиновым основаниям – аденину, тимину, гуанину и цитозину. Но рассматриваем пример, ни в коей мере не умаляет общности, и все сказанное верно для любых строк и любых символов. Итак, пускай у нас есть какая-нибудь строка, геном некий такой, состоящая из четырех символов. Символы в строчках нумеруются, при этом нумерация идет с нуля. То есть изначально первый символ, нулевой символ – это A, символ с индексом 1 – это T, и последние два символа имеют индексы 2 и 3. Таким образом мы можем с помощью введенной индексации, которая верна для любых строк, обращаться к отдельным символам. Самый первый символ. К нему мы обращаемся с помощью индекса 0, индекс записываем в квадратных скобках. И аналогично можем любой другой индекс использовать. Кроме этого, мы можем использовать отрицательную индексацию и работать это следующим образом. Когда мы используем индекс минус 1, это означает, что мы хотим взять первый символ с конца. То есть, геном от минус 1 – это вот эта вот последняя буковка G. Дженом от минус 2 – это предыдущая буковка G и так далее. В принципе, индексацию можно производить с помощью переменных. То есть у нас есть некая переменная, мы в нее записываем некое значение, и дальше можем эту переменную в качестве индекса символа использовать. То есть, если мы передаем индекс i, равный 1, то получаем значение символ t. Вот он, символ t, находящийся на позиции с индексом 1. Строки являются неизменяемыми, поэтому мы не можем просто так взять и изменить какой-нибудь один символ строчки. Если такую конструкцию написать, попытаться присвоить символу с индексом 1, символ c, то у нас ничего не получится, произойдет ошибка. Если хочется изменить строку, то необходимо явным образом создать копию этой строчки, где какой-то фрагмент в строке, например, символ 1, будет заменен на другой. Об этом мы поговорим чуть позже. Соответственно, поскольку у нас есть индексы строк, нумерация на символах строк, то мы можем, в принципе, в цикле перебирать все символы строчек с помощью цикла for. Делается это следующим образом. У нас функция range от 4 нам фактически возвращает последовательность символов 0, 1, 2, 3. И значит, мы можем, таким образом, перебрав все индексы от 0 до 3, вывести символ с индексом i. Тогда в результате у нас будет выведена вот такая последовательность символов. Однако, если нам хочется перечислять символы строчек, то лучше использовать другую конструкцию, которая работает хорошо с любыми последовательностями. То есть у нас, опять же, есть некая строчка. И если мы хотим просто перечислить все символы этой строчки, то мы используем конструкцию цикл for таким образом. For c in genome. То есть смысл этой конструкции следующий. Мы говорим, пускай символ c принимает все значения, которые есть в строчке genome. То есть все символы по порядку. И результат будет тот же самый, что и в случае с функцией range, только мы явно не используем индексацию. Такой способ гораздо лучше. Он понятнее и проще. Давайте рассмотрим задачку одну. Пускай у нас есть геномная последовательность, то есть, опять же, последовательность символов at, g, c. Будем рассматривать, что у нас все символы большие в этой строчке, заглавные буквы. И мы хотим вывести, сколько раз в этой строчке встречается символ g, то есть, встречается символ c. То есть, сколько раз встречается в геномной последовательности цитозин. Ну вот, пару примеров. Для строки такой у нас встречается раз, два, три, четыре раза символ c. Встречается, поэтому в таком случае мы хотим вывести число 4. Для такой строчки, g, t, c, мы выведем единицу, потому что есть всего один символ c. Как же такое нам делать? Ну что ж, давайте вот первым делом мы читаем строку. геномную последовательность. Как мы будем считать количество символов c в строке? Ну, мы заведем счетчик специальный. И будем перебирать символы по одному. Вот у нас есть некая строчка там. А, c, c, t, a. Мы завели счетчик c, n, t, обнулили его. И перебираем символы по одному. Начиная с первого. Смотрим. Если очередной символ является символом c, то мы увеличиваем значение счетчика на единицу. Ну вот символ a, он не является c, значит ничего не делаем. Берем следующий символ, он является символом c, значит мы увеличиваем счетчик на единицу. И так далее. После каждого символа переходим к следующему. И переберем таким образом все символы строки. Как это записывается? Вот у нас есть цикл. Перебираем все символы в строке венома. Если очередной символ это символ c, то мы увеличиваем счетчик на 1. По окончании цикла в переменной c, n, t у нас будет храниться значение, то сколько раз мы увеличили счетчик на единицу. То есть то, сколько раз мы встретили символ c. То есть собственно то, что нам надо было найти, поэтому мы вводим значение c, n, t в качестве результата работы программы. Есть другой способ решения этой задачи, который записывается совсем коротко. Вот все решение. Мы первым делом читаем строку, и потом для этой строки вызываем метод count, которому мы передаем символ c. Что это все означает? Означает это все следующее. На самом деле строки это такие объекты, у которых есть некие специальные методы. Метод строки это фактически функция, которая применяется к конкретной строке. То есть у нас есть какая-нибудь строка, там a, c, t, t, c. И вот мы конкретно у этой строки можем применить к этой строке некий метод, применить к этой строке некую функцию. В данном случае, например, посчитать, сколько раз встречается символ c. или некий другой символ, или вообще говоря, другая строка внутри этой строки. На самом деле методов устроено достаточно много, и мы тоже дальше сейчас о них поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok